Просто не разберешься. Утром стало известно, что Порошенко внес предложение об особом статусе Донбасса. Потом Порошенко в сопровождении помощника госсекретаря Нуланд пришел в Раду и сказал, что ни о каком особом статусе ДНР и ЛНР речи и быть не может. Украина останется унитарной и это якобы соответствует Минским соглашениям. Депутаты Рады от всего этого так удивились, что случилась драка. Евгений Рожков продолжит. На рассмотрение этих поправок в украинскую конституцию гости съезжались в Верховную Раду как в театр на премьеру. С первым звонком ложу для приглашенных заполнили представители Европарламента. Со вторым там появились послы зарубежных держав. С третьим прилетевшая в Киев накануне помощница госсекретаря США Виктория Нуланд. И только когда уже все были в сборе, спикер Гройсман по телефону дал отмашку начинать. Петр Порошенко говорил весьма пафосно, что сегодняшнего решения Рады ждет весь мир, что децентрализация Украины это его президента решение. Но когда наконец он добрался до сути вопроса статуса ДНР и ЛНР, оказалось, что никакого обещанного особого статуса по новому закону им не светит. И проект изменений Конституции не предусматривает и не может предусматривать никакого особого статуса для Донбасса. Там его просто нет. Проект только предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в определенных административно-территориальных единицах Донецка и Луганска. До этого критиковавшие любые уступки Донбассу фракции, сегодня вдруг покорно стали соглашаться с президентом. Позволил себе возразить только Лешко. Нам говорят, что если мы не проголосуем за поправки в Конституцию, то от нас отвернется Европа, от нас отвернутся наши союзники, американцы и весь мир. Но только нам решать, по какой Конституции жить. И как не морщился Порошенко, но и ему после таких криков пришлось встать. Тем не менее, стало уже ясно, что проголосуют на виду у всех. Слава Украине! Что в итоге приняли сегодня в Киеве, какую децентрализацию власти, так и осталось непонятно. Многие поправки просто не успели прочитать. Документ, да и то без подробностей, поступил в Верховную Раду уже после полуночи. И также, видимо, под покровом ночи уговаривались и депутаты. С Донецкой и Луганской народными республиками никто даже не советовался. Их предложения о действительно особым статусе, как будто не заметили, о каком тогда соблюдении минских договоренностей вообще может идти. Я думаю, и те, кто готовили этот проект, абсолютно четко понимают, что этот проект не вносит никаких, скажем, не создает никаких путей разрешения конфликта на Донбассе. Тем не менее, они пытаются выдать желаемое за действительное. Они заявляют постоянно о том, что выполняют комплекс мер, хотя на деле занимаются явной имитацией. Причем настолько явной, что даже Нулан приехал сказать им, что ребята, ну давайте не так явно. Давайте чуть более облагородим этот процесс обмана общества. Поэтому сегодняшний показной шаг вперед на встречу Донбассу на самом деле напоминает имитацию. Показать прилюдно, якобы намерение. Потом записать их в переходные меры и опять забыть. Как уже в Киеве не раз бывало. Ведь на деле не выполнен ни один пункт минских соглашений. До сих пор на Донбассе не проведены местные выборы. До сих пор Киев не произвел обмена пленными по принципу всех на всех. Не возобновил социальные выплаты жителям юго-востока Украины. Не начал восстановление инфраструктуры региона. Вот и сегодня очередная пыль в глаза. Как только высокопоставленные иностранцы вышли из зала, от единства рады не осталось и следа. И нардепы подрались. Шановные коллеги, те, кто хочет выяснять отношения, покинуть зал. Евгений Рожков, Алексей Петров, Александр Андрюшкин и Сергей Лысков. Вести из Киева. И сейчас в эфире Вестей заместитель председателя Народного совета ДНР Денис Пушилин. Денис Владимирович Порошенко решил внести поправки в конституцию страны об особом статусе Донбасса. О чем, по вашему мнению, говорит это решение? Ну и соответствует ли оно минским соглашениям? На самом деле данное решение не соответствует нормам и принципам минских соглашений. Непосредственно нарушен пункт 11 комплекса мер, где очень четко прописано и недвусмысленно, что все поправки конституции, касающиеся будущего наших территорий, должны быть непосредственно согласованы с представителями Донецка и Луганска. А причина, по которой сейчас Порошенко в очередной раз меняет свое мнение и непосредственно сейчас намеренно прописывать в конституции особый статус, ну, наверное, здесь стоит задать вопрос кураторам. Непосредственно Нуланд появилась в Киеве и риторика поменялась. Ну а будет ли тема этих поправок обсуждаться на встрече контактной группы в Минске, которая назначена на 21 июля? – Учитывая, что сейчас Киев, несмотря даже на согласованные позиции в рамках политической подгруппы, не вносит их в закон о выборе, этот вопрос будет подниматься в комплексе. Почему такое происходит? Насколько сейчас тогда актуальным становится политическое обсуждение данных вопросов в Минске, если это, скажем так, идет в разрез с тем, что происходит в Верховной Раде? – Спасибо, Денис Владимирович. На вопросы вести отвечал заместливый представитель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. – В эфире Вести мы продолжаем. Еврогруппа одобрила срочный кредит Афинам на 7 миллиардов евро. Всю ночь министры финансов стран еврозоны ждали отмашки от Ципроса. Греческий премьер пришел в парламент с телефоном в руках, видимо, чтобы оставаться на связи. Проголосовать быстро не получилось. Сначала мешал бывший министр финансов Варуфакис, ворвавшийся в зал с рюкзаком. Затем сообщение с улиц о том, что в полицию летят камни и бутылки с зажигательной смесью, после которых парламентарии начали буквально рвать на клочья 12-страничный план спасения страны от банкротства. Репортаж Александра Хабарова. Беспорядки на улицах, летящие коктейли Молотова, слезоточивый газ и полицейские дубинки для разгона разъяренной толпы. Таков первый визуальный эффект достигнутых Брюсселя соглашений. Греция опять погружается в хаос. Премьер-министр Алексис Ципрос в понедельник пообещал кредиторам, что парламент Греции примет все их условия. После жарких дебатов, которые завершились глубокой ночью, большинство депутатов в итоге утвердили то, что привез Ципрос. Из 300 парламентариев за проголосовали 229 человек. Но это голосование стоило премьер-министру авторитета в стране. Заключенные соглашения – это сигнал госпереворота, это преступление против человечества. Эти меры приведут к социальному геноциду. Греки возмущены тем, что победившие на обещаниях не допустить новых сокращений расходов в социальной сфере Ципрос, поступил ровно наоборот. Его теперь обвиняют в предательстве. Избиратели задают вопросы – зачем тогда проводили референдум? И чем этот премьер-министр отличается от предыдущих, если он, как и те, что до него, опять во всем уступил? В Греции теперь увеличат пенсионный возраст, здесь вырастут налоги, начнется очередная волна жесткой экономии, которая и так уже продолжается несколько лет. Простые рабочие не должны принимать эти условия. Мы должны бороться и показать всем, что мы можем остановить происходящее. С такой политикой экономии нам не выжить. Выступая перед депутатами, Алексис Ципрос попытался оправдать свои действия тем, что у него не было другого выхода. Я признаю, что меры, которые нам навязали, слишком жесткие, но мы обязаны их принять, если хотим восстановить нашу экономику. Поэтому мы отвечаем согласием. Я могу сказать вам, премьер-министр, что вы упустили возможность достигнуть соглашения. Вы сорвали переговоры. Банки закрыты, потому что люди проголосовали за вас, потому что они поверили вашим лживым обещаниям. Взбунтовались коллеги по партии Сириза. Ушли в отставку министр экономики и заместитель министра финансов. Бывший глава греческого Минфина Янис Варуфакис назвал брюссельские соглашения «версальским договором», преследующим Европу. Варуфакис ушел в отставку еще на прошлой неделе. Это было сделано в угоду кредиторам по настоянию греческого премьера. Назначенный вместо него Эфли Цеколотос был воспринят более благожелательно в Брюсселе. В понедельник утро начался самый трудный день в моей жизни. Это решение навсегда останется для меня тяжелой ношей. Я не знаю, правильно ли мы поступили, но мы сделали так, потому что не было другого выхода. Вот некоторые из заголовков сегодняшних греческих газет. Да, соглашению нет Ципрусу. Наша страна потеряла суверенитет. Судный день. Гражданская война Сиризы. И так далее. На таком фоне, по крайней мере, о политической стабильности в Греции речи точно не идет. Ключевой вопрос, спасут ли эти договоренности экономику страны. Принятые парламентом самоограничения, среди которых передача госактивов на сумму 50 миллиардов евро фактически под внешнее управление, должны стать основой для заключения соглашения об очередном пакете помощи. Он может достигнуть 86 миллиардов евро в течение ближайших трех лет. Значительная часть этих денег пойдет на обслуживание старых долгов. Многие экономисты сомневаются, что навязанные Грецией драконовские меры экономии помогут ей выйти из кризиса. Во всяком случае, предыдущие пять лет подобных действий к успеху не привели. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести. Но наряду с уличным бунтом в Греции разгорается еще один парламентский в Германии. Там растет число тех, кто не уверен в возможности Германии оплатить абонемент Греции в еврозоне. Сегодня в Бундестаге Ангела Меркель попытается убедить законодателей в том, что 80 миллиардов евро это прежде всего цена сохранения единства евросемьи. В качестве оппонента, что примечательно, выступит ближайший соратник Меркель по греческому вопросу глава Минфина ФРГ Шойбле. Теперь он за выход Афин из зоны евро. В своих расчетах Шойбле только уловил нарастающее и в Британии, и в Германии недоверие к евросолидарности. Союз немецких налогоплательщиков и фракция левых Бундестага предложили ввести специальный налог на солидарность, платить который, по данным опросов, не желают более 45% жителей ПРГ. Умерьте воинственность и начните жить мирно со своими соседями. Такими словами британский премьер Кэмерон встретил Яценюка в своем офисе на Даунин-стрит. Потом, правда, пообещал отправить в Киев около 50 военных подразделений армии Ее Величества на всякий случай. Получив свое на традиционный чай, Яценюк решил не оставаться и поспешил на британское ТВ, чтобы посоветовать Греции, как жить. Греция действительно нуждается в мерах жесткой экономии. Украинцы тоже сильно пострадали, и мое правительство пережило уже три пакета суровых ограничений. Мы могли бы поделиться опытом с нашими греческими друзьями. Как пройти через эти трудные реформы и сделать свою экономику более энергичной и здоровой? У Греции нет другого выбора, кроме болезненных, жестких, но необходимых реформ. Москва и Амстердам заинтересованы в результативном расследовании крушения малазийского Боинга на Украине. Об этом в канун первой годовщины трагедии по телефону говорили Владимир Путин и премьер Нидерландов Марк Рютте. Разговор состоялся по инициативе голландской стороны. Но, как сообщили в пресс-службе Кремля, российский президент назвал контрпродуктивной и преждевременной идею о создании международного трибунала по Боингу, а также призвал прекратить вбросы в СМИ различных версий происшествия. Ну и сегодня же Росавиация направила в Нидерланды свои комментарии к проекту итогового доклада по расследованию катастрофы. Слово Антону Лядову. Десятки журналистов, информационные агентства, радиостанции, телевидение больше всего ждали, конечно, подробности о том, что явилось причиной крушения Боинга и кто виноват. Об этом следственная группа должна была написать в черновике своего доклада. Его недавно передали российской стороне. Это достаточно объемный документ. К его содержанию у нас есть много вопросов и замечаний. До публикации отчета ни Российская Федерация, ни какое-либо другое государство не имеет права публично комментировать и обсуждать его содержание. Не дожидаясь итогов официального расследования, сразу после катастрофы, журналисты, западные политики начали молниеносно выпускать ангажированные материалы, где на основании данных преимущества социальных сетей однозначно назывались как причины катастрофы, так и виновные. Все это совершенно не отвечает духу и требованиям Конвенция международной гражданской авиации и должно рассматриваться как умышленное давление на международную комиссию по расследованию, чтобы получить нужные выводы. Каких выводов ждут западные чиновники, накануне озвучил посол США в России Джон Тефт. Почему еще даже до начала международного расследования гибели малазийского Боинга в Америке заявили, что самолет сбили либо сами русские, либо пророссийские повстанцы? Мы знаем, мы просто об этом знаем. Я не могу говорить о деталях, но мы точно знаем, кто сбил этот самолет. Нам все предельно ясно. Никаких доказательств США за весь год так и не предоставили. Несмотря на заявление представителей Белого дома, якобы о наличии неких доказательств вины ополченцев, с самого начала расследования американская сторона не опубликовала ни документов, ни снимков из космоса, хотя их спутники дежурили над Грабово в момент трагедии. Россия первая и единственная обнародовала подобные сведения. Российские специалисты выехали в Киев, передали голландской стороне всю информацию, которая у нас запрашивалась, включая данные радиолокационных станций, Ростовского центра Единой системы организации воздушного движения. Ни одна другая сторона не обнародовала имеющиеся у нее данные по катастрофе. Нет ни документов от Украины, касающихся переговоров военного сектора в день крушения, ни планов полетов военной авиации, ни информации о наличии и расходе зенитных управляемых ракет, ни спутниковых снимков США. Никаких либо иных данных, о которых так много ранее было сделано заявлений в прессах. Только фотографии соцсетей. Любопытно, что западные исследователи, которые работают в Нидерландах на авиабазе Гилзерии, на российских специалистов, за весь год не допустили ни к самим исследованиям, ни к их результатам. Это говорит о том, что Международная комиссия не хочет знать всю правду. Субтитры создавал DimaTorzok